Привет, я Даша. У меня сегодня очередной книжный улов от Лабиринта. Первое, что я хочу тебе показать, это большую иллюстрированную энциклопедию «Русская вышивка». Здесь потрясающие качества, волшебные иллюстрации, сказочные... Сама книга вообще сказочная, и содержание соответствует всему вышепречисленному. Часть книги посвящена истории русской вышивки и даже эволюции. Вот, например, в примерах более того, что это очень достаточно глядно показано. Вторая часть посвящена непосредственно каким-то технологиям из дерева, как такую подушечку сделать. Не берусь ничего говорить о том, до какой степени доступны и понятны эти все инструкции, потому что об этом трудно достаточно судить, не попробовав им следовать, собственно. Поэтому не буду ничего говорить на эту тему, но книга я довольна более чем. Это просто мое счастье, моя радость, мой фаворит этой посылки. Далее я заказала книгу из серии «Добрые книги». Вот такого плана. Дорогая мамочка, спасибо тебе за все. Все мы знаем подобные книжки. Здесь такое содержание в картинках. Ну, вроде вот такой вот котенка или вот, например, с надписями соответствующими. Дело в том, что у меня есть традиция, я на свой день рождения даю маме какой-нибудь приятный пустячок. Тем самым благодаря ее за то, что она меня родила, собственно. За день рождения у меня еще далеко, но в самом сердце вине лето. До него жить-дожить, но на книгу была скидка. Я подумала, почему бы и нет. Книга Михаила Задорнова «Князь и Рюрик. Откуда пошла земля русская?» Вот и фото его здесь есть. Я не берусь говорить сейчас точно, потому что я пока только успела пролистать книгу, но у меня сложилось впечатление, что эта книга отражение его документального фильма на ту же тематику. Если ты видела его, то понимаешь, о чем я веду речь. И последнее, что мне пришло, это вот это. Я специально не говорю, что это. Попробуй догадаться. Смотрю, здесь такой портрет девушки. Ну, вообще, такая стилистика, как будто это что-то такое винтажное. Люблю такие вещи, ну, и с историей вещи, и вещи под историю сделанные. Здесь что-то там на нерусском языке, штамм даже почтово стоит. С обратной стороны какие-то газетные такие, газетного плана. В общем, я надеюсь, ты сломала голову, думая, что это, потому что очень хочется мне тебя удивить. Теперь я открою тебе содержимое. Это блокнот. Подсвящий совершенно блокнот, я в него влюбилась с первого взгляда. Не знаю, для чего он у меня, но любовь с первого взгляда приобрела. Буду думать, подо что поспособить. На этом у меня все. Теперь желаю удачных покупочек, весеннего, чудесного, солнечного, летнего настроения. Всегда улыбайся. Пока.